50 километров, температура 10-14 градусов была. Здесь вот 27-го, 08-го, 17-го, марафон Демногорск-Красноярск, 35 километров, температура 10-12 градусов. Андрей Морш со стажем. На его счету уже не один марафон и участие в чемпионате мира по зимнему плаванию. Всё это отражено на вот таком буйке. Он необходим, чтобы пловца видели в воде. Пока готовится к новому заплыву, вспоминает свои прошлые победы. Хотя с сегодняшним испытанием они ни в какое сравнение не идут. В прошлом году пришла идея проплыть от Плотины ГЭС до Глазковского моста. Это 6 километров. И мы проплыли, и, конечно, было мало. Мы решили проплыть 53 километра от Иркутска до Ангарска, до станции лодочной. Вот в прошлом году мы проплыли 53 километра. В этом году мы решили побить личный рекорд, проплыть от Иркутска до Усолья 80 километров. На береговой старт в этот раз вышли 13 человек, причем большинство из участников – женщины. Слабой половиной человечества их назвать язык не повернется. Плывут все в равных условиях. Два пловца по 30-40 минут. Потом смена. Андрей Бугай будет единственным, кто преодолеет этот маршрут без пауз на отдых. Есть и участники из других регионов. Заур Алиев, например, прибыл в Приангаре из Дагестана. К плаванию он пришел через другие виды спорта. Уверен, водные занятия – одни из самых полезных для здоровья. С прибайкальскими моржами он познакомился в социальных сетях. Идея марафона увлекла его настолько, что в Иркутск он добирался автостопом. Отличная река, отлично, конечно. У нас самая, по-моему, холодная река – это Сулак. Ну, если слышали, Сулакский каньон – это очень интересная река. Но там не такая температура. Там у него, в общем, 10-12. А здесь вот 8 и ниже бывает. Поэтому эта река так пожестче. С температурой Заур ошибся всего на пару градусов. Участники – люди закаленные. Но и им согреваться в такой воде все равно нужно. В пути пловцы будут подкрепляться горячим чаем и сладостями для поддержания сил. Основательный прием бищи только вечером на привале. Сейчас садитесь на плот, как бы за весла, и плывете. Мы через 15 минут вас догоним. Марафон продлится три дня. Каждый день спортсмены будут преодолевать около 26 километров. Весь маршрут пловцов сопровождают сотрудники ГИМС. Поэтому за их здоровье можно не беспокоиться. Плюс к этому все участники – подготовленные люди. Преодолевать такие дистанции новичкам, конечно, не рекомендуется. Цель заплыва – пропаганда здорового образа жизни. Мы подумали и решили. А почему бы и нет? Температура воды 13 градусов по Цельсию. Для меня она мягко, скажем, прохладная. Для участников заплыва самое то. Ведь они плывут зимой при температуре плюс 1, плюс 3 градуса. Евгений Любовников, Николай Крупченко. Новости сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok